На совещании закрытом в одной пуще животные сидели, власть имущие. И речи там давай свои толкать, как власть, что есть, еще и удержать. Взял слово лев. Нам делать что-то надо. Зверье умнеет учиться, а нужно стадо, которым управлять нам будет просто. Какие предложения у вас, вопросы? Тут филин ухнул. Может, я и старый, но предложу решение, пожалуй, нам в этой непростой всей ситуации план разработать надо по дебилизации, чтобы лесной народ тупел по-тихой. Начнем с детей, с образованию имха, им в школах, ой, начнем пихать в пупло, чтобы не знали, что хорошее, где зло, не понимали важности развития. А на уме пусть будет хавчик и соитие. Уже сточить еще свободу слова. Не говорили, чтобы как в лесу хуёло. Вместо экзаменов поставим тесты, блядь, чтоб не умели свои мысли выражать. И поколения этих через пять по плану все отупеют хуже, чем бараны. Лев гривой одобрительно тряхнул. Поднялся тигр, успокоил общий гул. Хочу добавить к словам филина еще. Давайте в пище всем хуярить ГМО, но скажем, что не вредное как будто. Везде добавим воду и продукты, и если вдруг начнут друг друга жрать, то все равно придется им страдать. Все мысли тогда будут о здоровье. А медицину сделать похуевее. Больным животным сразу дела нет. Как мы тут пилим весь лесной бюджет. В еду еще добавить можно брон. Чтоб стадо размножалось с трудом. Не соглашусь. Помешалась и тигрица. Рожают пусть, чтобы на нас трудиться. Кто будет хил, убог и просто слаб, его и съесть можно потом хотя бы. Поднялся волк. Матерый такой, сука. Добавить предложу такую штуку. Зарплаты всей инфляции сожрать. Лесные накопления и вклады ее помать. А пенсии, что есть в лесу у нас, уменьшить. Заморозить прям сейчас. И чтоб зверье от нас отличить полна. В тайге соседней нам нужна война. Пока все будут думать че почем, реформы под шумок все проведем. Добавить я хочу ко всем словам. От желуди отвлекся, взял кабан. Законы примем. Чтобы не въебаться, нам надо взять и всем подстраховаться. От неожиданных спасти, чтобы проблем, расширим штат своей охраны из Гиен. Все это время лев сидел и молча слушал. Какого-то зайчишку успел скушать. Все планы записали, утвердили. Оперативно так внедрили. В народе даже глазом не моргнули. Как быстро и красиво их нагнули. Мораль сей басни до безумия проста. Что для одних беда, другим это мечта. И минус твой, кому-то это плюс. Где поимел, там и вошел во вкус. Кто властерин, а кто-то стал как раб. У каждого размах свой и масштаб. Ради наживы врут все плотно. Неважно, человек или животное.